Трагическая история с нашим коллегой, журналистом Магнитогорского металла Михаилом Скуридиным, нашла отражение в программе НТВ «Главная дорога». Сюжет об инциденте на перекрестке не мог не вызвать общественный резонанс по поводу этой трагедии. И снова, как и несколько месяцев назад, информация оставила больше вопросов, чем ответов. Игорь Гурьянов продолжит. В Магнитогорске уже два месяца не могут найти водителя, насмерть избившего журналиста на пешеходном переходе. Хотя у сыщиков даже есть видеозапись этой расправы. Когда мы делали материал об инциденте по горячим следам, то довольствовались кадрами уже будничного и спокойного перекрестка. Взывали к владельцам торговых точек вокруг. Дайте видео, его не может не быть. И эта запись, пусть некачественная, неполная, но к тому времени она уже была. В том числе в распоряжении правоохранительных органов. Сначала нам отвечали, что ее нет. Потом ссылались на тайну следствия. Потом передали дело в следственный комитет. Потом видео появилось у НТВшников. Это не претензия, а хронология. Информационный пинг-понг привел к тому, что стал упущен главный козырь в поимке убийцы. Время. Убийство журналиста местной магнитогорской газеты Михаила Скуридина сняли камеры наблюдения торгового центра. Он не раз писал о конфликтах на этом перекрестке. В этот раз сам делает замечание водителям, не пропустившим пешеходов. Один из них выходит из машины и бьет репортера. Прохожий пытается разнять драку, когда сзади третий участник одним ударом отправляет Михаила в нокаут. Этот удар и стал роковым для Миши. Городские журналисты, не сговариваясь и без оглядки на корпоративную принадлежность, начали делиться скудной информацией. В таких случаях есть определенный порядок действий, которые мы предпринимали. Первый звонок, мы же не блогеры какие, а официальные СМИ в полицию, без комментариев. Свидетели, пешеходы, отзовитесь, на Мишином месте можете оказаться вы. Тишина. Водители, это по беспределу и мешает всем. Глаз вопиющего. Совесть у граждан кончилась. Или мы ничего не можем утверждать наверняка. Есть фоторобот нападавшего. Запись марка машины. Но ни серебристый Киа Спортейдж, ни его водитель до сих пор не найдены. Почему не найден убийца? Вот главный вопрос, читающийся между строк у НТВшников и до сих пор в открытую, не заданной местными журналистами. Почему не заданный? Это вопрос. На мой взгляд, сработала такая местечковая корпоративность. Работают люди, со многими из которых знакомы лично, сотрудничаем. Наша задача не навредить следствию, не поднимать лишний хайп, как это модно сейчас называть. Надо помочь следствию? Да мы обеими руками за. Найти дополнительных свидетелей? У нас есть свои каналы связи и отношений с людьми. Но это все рассуждения, может быть, уже безнадежно отставшие от реалий. Реалии таковы. За два с половиной месяца со дня трагедии, во всех городских медиа, не появилось ни одного официального комментария со стороны правоохранителей. При всем нашем уважении к людям в погонах. Игорь Гурьянов, телекомпания ТВН.